Понятное дело, что аррестлинг не может жить без общеразвивающих упражнений. Естественно, я тоже делаю такие упражнения, прежде всего с отягощениями достаточно небольшими. Это связано прежде всего с моим возрастом. Тем не менее, одно из самых интересных упражнений, которые всегда, когда спрашиваешь рукоборцев, скажем, тренеров, у них будет контроверсии. У спортсменов, наоборот, они стараются об этом упражнении, как бы, говорить так, вскользь. Потому что, на самом деле, упражнения, как общеразвивающие, очень хорошие. В данный момент я говорю о жеме лежа. В свою очередь, а с другой стороны, если подумать, то жеме лежа можно выполнять под аррестлинг. То есть, применить его, как одно из упражнений общеразвивающих. И, естественно, приспособить до таких потребностей, чтобы была, как бы, польза при борьбе. Как это сделать? Я сейчас постараюсь вам объяснить и показать. Клуб «Золотой Тур» – это клуб, в котором все приспособления тренажёры подобраны специально. Здесь нет ничего лишнего, поверьте мне. Гак и Шмидт – машина Шмидта, так званого. Это одно из тренажёров, один из устройств, которое применяется не только в аррестлинге. Естественно, оно, прежде всего, применяется для бодибильдеров в обыкновенном зале. Но, с той особенностью, что для жима лежа, скажем так, когда я делал 265 килограммов на лавке, без рубашки, узким фатом, я только имел одни проблемы. Потому что у меня болели кости, у меня болел позвоночник. Всегда были проблемы с какими-то там, с плечами. И, на самом деле, это упражнение не принесло никаких мне эффектов. Прежде всего, как говорил очень известный человек Игорь Ахмедшин, всё, что на себя полезно для аррестлингов, всё, что от себя, как бы, только является общеразвивающим упражнением, но не приносит непосредственную пользу для аррестлингов. Но, тем не менее, жим лежа нужно делать. Нужно делать. Я применяю эту машину, когда мы строили этот зал, было принято решение, что что-то для жима лежа должно быть. И выбор пал именно на машину Шмидта. Почему? Потому что, как бы, нам, прежде всего, делая жим лежа, нужно отключить некоторые партии, которые, естественно, включаются при свободном весе. Выжимать обыкновенную штангу и делать это на машине. Шмидта, это, поверьте мне, есть какая-то разница. Тем не менее, смотрите, на штанге всего-навсего только 75 килограммов. То есть, мало. Тем не менее, я это упражнение применяю, прежде всего, для того, чтобы растянуть грудную клетку, приготовить ее до выполнения самого важного упражнения на грудь. Но это за момент. Итак. Прежде всего, беру широким фатом. Это однозначно. Не беру никогда узким фатом, ну, разве что делаю упражнение на трицепс. И теперь так. Опускаю приблизительно на верхнюю часть груди и отталкиваю вверх. Продолжение следует... Приятно растягивается грудная клетка, напрягается, включается немножко трицепс. И, естественно, смотрю за своими плечами. Потому что в моем возрасте, как правило, многие спортсмены не выполняют многие упражнения на плечи. Потому что это, как говорится, возрастная болезнь. Тем не менее, это упражнение, это только начало того, что я делаю с грудной клеткой. А сейчас перейдем к самому важному упражнению. Возвращаясь к тому, что зал Золотой Тур, клуб Золотой Тур, сделанный минимально, в связи с тем, что мы имеем очень маленькое помещение. Но эта машина, или машина-батерфляй, званая. Это одно из самых важных упражнений в ворвать следе. Почему? А сами посмотрите. Я достаточно хорошо разогрел свою грудную клетку, для того, чтобы делать специалистические упражнения на свою грудь при помощи бутерфляй. Итак, вот мое упражнение. Вес, короткий рух и быстрота этого упражнения мне дают, прежде всего, резкость. Второе, это развивает мою грудную клетку в таком направлении, в котором мне необходимо во время борьбы. То есть, когда во время борьбы мы стоим в таком положении, где у нас локоть приблизительно от тела находится, ну, скажем, у меня 10 сантиметров, у кого-то чуть-чуть ближе, то вот это движение приводящее, это то движение, которое стабилизирует наш локоть. Имеем слабую грудную клетку, наш локоть постоянно будет слетать. Будет у нас сильный бицепс, мы будем делать это движение, но не подтянем, не зафиксируем грудной клеткой, тоже оставим свою руку в проечном положении. Тренировка грудной клетки – это то, что необходимо для каждого рукоборца, поверьте мне. Спасибо.